Обычно мы перекусываем фруктами, либо же это печенье. Молодая мама Карина Потапова понимает, как важен перекус для неё и её малышки Алисе. Каждый день у девушки расписан по минутам – работа, встречи, прогулки. Поэтому, чтобы вести здоровый образ жизни, она подпитывает организм в течение дня. В основном я перекусываю фруктами, которые содержат много углеводов. Это виноград или банан. Бывает, конечно, безусловно, где-то нет возможности у нас перекусить чем-то полезным. И поэтому выходит так, что иногда мы грешим и съедаем что-то не совсем полезное. Например, вот как сейчас, печенье с шоколадом. Но никаких других сейчас не оказалось у нас под рукой. Поэтому видите, как вкусно. Диетологи советуют лучше заранее продумывать свои перекусы, чтобы, проголодавшись, вы не сорвались на вредные шоколадки и чипсы. Время суток тоже влияет на то, что есть. Необходимо приготовить это, если это первая половина дня, это второй завтрак, может быть, это орехи, это фрукты, это какая-то уже углеводная продукция. Если это вторая половина дня, то постараться уже ограничиться где-то, если это перед сном, да, такой уже второй ужин идёт, то это кефир, стакан кефира. Это будет идеальный перекус. Ярко, быстро и полезно. Именно таким должен быть идеальный перекус, утверждает шеф-повар Артём Шалыгин. Специально для вас мы приготовили буршету с запечёнными овощами. Используйте яркие помидоры, перец, кабачки и красный лук. Закладываем кабачки. После того, как овощи приготовятся, обжарьте хлеб в течение двух минут, а после натрите его чесноком слегка и добавьте базилик для свежести. Десять минут, и ваш небанальный перекус на весь день готов. Приятного аппетита! Диетологи советуют, в перерывах между основными приёмами пищи ешьте правильные углеводы. Замените сладкую выпечку питательными орехами. Вместо калорийных печеньев выбирайте со злаками. А чтобы не переедать на прогулках или работе, берите с собой еду в контейнерах. Выбирая правильный перекус, вы получаете энергию и улучшаете общий тонус организма. В тонкостях вкусного, а главное, полезного перекуса разбирались Татьяна Рябова и Илья Заречный.